Братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Дорогая Церковь, друзья, молодежь, гости, все приглашенные, я вас рад всех сердечно приветствовать в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Тема наша «Приблизилась Царство Небесное». Мы вчера об этом много рассуждали, слушали Слово Божие. Дорогие братья делились. Я хочу продолжить эту тему, и моя короткая проповедь, она будет о том, что Царство Небесное, оно должно расширяться и должно влиять. И Христос говорит это образе, чему подобно Царство Небесное, открывая одну из тайн. Это была тайна. Тайна была на то время, и в чем-то ее таинственность остается и сейчас. Иногда нам сложно объяснить те или иные процессы, которые Бог совершает, созидая Царство Небесное здесь, на земле, созидая Церковь. Я прочитаю текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 13 глава. Я буду читать два стиха, с 31 по 32. Евангелие от Матфея, 13 глава, 31-32 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков, и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Это была тайна. Это была тайна, потому что людям было непонятно. Христос с чего начинал, братья и сестры? Он начинал с 12 человек. 12 человек, самых обычных. Никто из них не был знаменитым, не обладал какими-то особенными, уникальными и гениальными способностями. Это люди были с простыми рабочими профессиями. 12 человек. Когда мы с вами читаем о дне рождении церкви, день Пятьдесятницы, написано, собралось душ около 120 человек. Первая проповедь Петра. 3000 человек покаялись. Чудо в храме. 5000 покаялись. Братья и сестры, и начинает становиться понятным ученикам, что это за тайна. Это как зерно горчичное, которое должно умереть. Ведь это наш Христос, смерти которого, пролитой крови, которого благодаря эта тайна, она стала давать результат. И церковь начала расти. 12 человек только было. Но благодаря тому, как дерево вырастает, благодаря такому маленькому зерну, так и церковь, и царство умножается и возрастается благодаря смерти только одного человека, нашего Господа Иисуса Христа. И с этого момента уже 2000 лет, братья и сестры, ни разу, никогда Царство Небесное, оно не становилось меньше. Оно только возрастало. Оно только увеличивается. И только в встрече с Богом в вечности мы с вами увидим масштабы и границы того величественного проекта того, что Бог созидал Царство Небесное. В Писании написано, что это я увидел. Иоанн говорит, великое множество. Только в вечности мы с вами поймем, насколько это глобально, насколько это обширный был план спасения Божьего. Но все начинается с одного маленького зернышка. Зерно горчичное. И вырастает дерево. Вырастает дерево, которое уже могут приземлиться птички, найти покой, отдохнуть, побыть в тени. Там может присесть человек и тоже получить тень. Это уже дерево. Братья и сестры, даже вот история по местной церкви петербургской. С чего начиналась? Небольшая группа молодежи в церкви собирались, рассуждали, проводили молодежные, следовали писания и понимали, что нужно очищение и освящение. Потом собирались по домам, потом собирались в лесу, потом собирались здесь в палатке. Братья и сестры, сколько сегодня церквей уже в Петербурге? Две только больших церквей. И сколько филиалов? А сколько отсюда поехало миссионеров в Архангельск, в другие места? Сколько сегодня церквей образовалось только в одном северо-западном объединении? Это тайна. И где-то мы с вами можем объяснить и сказать, как это происходит. Но все равно до нас она остается к какой-то степени тайны, как это Бог сделал. Начиналась она с маленького, в 60-х годах. И смотрите, какое сегодня чудо мы с вами можем воочию смотреть. Мы уже наследники этого чуда. Мы преемники этого. Мы смотрим на это и не можем не восхищаться. Братья и сестры, так растет церковь. Так созидается Царство Небесное здесь, на земле. Это делает Бог через людей, через верных сынов. Но это делает Бог посредством Духа Святого. Братья и сестры, но это глобально. Это в общем Христос говорит. Но как сегодня это касается лично меня? Как сегодня это касается лично каждого из вас? Братья и сестры, да, церковь, она так растет. Она должна влиять на мир. Не в мире, а отдельно от мира влиять на мир. Братья и сестры, но каждый человек, отдельно из нас, как гражданин этого царства, мы тоже должны, чтобы в нас это чудо происходило. Это рост и влияние. Ты должен расти. Начинается все с горчичное зерно. Вот это слово, которое упало в твое сердце, и появилась вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И ты стал верующим человеком, ты стал гражданином, ты осознал, что ты грешник, и ты сегодня дитя Божие, ты гражданин этого царства. И начинается твой рост. Ты должен расти. И твоя вера, твоя христианская жизнь, твое хождение перед Богом, оно должно оказывать доброе влияние, как дерево выросшее, горчичное, на окружающих тебя людей. От тебя и должно исходить доброе влияние в церкви, в твоей семье, на твоих родных братьев и сестер, там, где ты работаешь, там, где ты учишься. Это неизбежно, это должно быть, и об этом нам сегодня говорит Христос. Это происходит глобально, как в церкви, и должно происходить в отдельности с каждым из нас. Братья и сестры, что должно у нас расти? В чем мы должны с вами возрастать? Вы знаете, замечаю такую вещь, особенно в среде молодежи, нам иногда проще возрастать в каком-то служении. Иногда человек думает, что он духовно растет, потому что у него много всякой активности в церкви. Это неправда. Да, это хорошо, когда человек стремится что-то делать в церкви, но это не обязательно говорит о том, что он духовно растет. Вот знаете, мы рассуждали с братьями, вот все-таки что проще, мне совершать служение или мне расти, ну вот скажем, расти в том, что я должен быть более смиренным? Мне расти в том, что я должен быть менее обидчивым? Мне расти в том, что я просто должен поменьше, немножко говорить, особенно плохого, про свою брату и сестру. Мне надо расти в том, чтобы больше участвовать в нуждах других. Не в общем глобально что-то сделал в церкви. Знаете, братья и сестры, и обнаруживается, что нам иногда легче расти просто в какой-то деятельности или активности в церкви. Но сегодня нам говорит, что мы должны возрастать духовно, плоды духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение. И нам проще расти в какой-то активности. И нам кажется, что мы возрастаем, я уже делаю больше, я еще делаю больше. А ты становишься смиренней? Ты учишься больше и больше любить своих братьев и сестер? У тебя получается их прощать? У тебя получается про них плохо не говорить, не думать? Как у тебя с этим? Братья и сестры, и человеку, кажется, что он растет, а на самом деле там что-то растет, но только не горчичное дерево. Вы знаете, бывает, что может вырасти просто кактус. Ну, такой не маленький, не комнатного вида. А знаете, есть такие большие кактусы, похожие на дерево. И вроде бы выросло, растет, человек растет. И даже что-то выросло, и выросло большое. Но только попробуй приземлись туда, попробуй только сесть в тень этого. Вы знаете, бывает, человек, соприкоснешься с таким человеком, а потом тебе нужно реанимировать, служителя потом вытаскивают эти иголочки с тебя, вот, на вокаинчик надо обезболить все это дело. Почему? А ты приблизился к этому кактусу. Что-то выросло, но не горчичное дерево, вырос кактус. Что-то колючее, что-то такое, что никто не хочет с ними иметь дело, а он вроде бы рос. Он даже что-то делал, вкладывал, и что-то выросло. Братья и сестры, надо обращать внимание, как мы растем, и что у нас растет. Может быть, у меня растет гордость, может быть, у меня растет смелюбие, может быть, у меня что-то растет, но совсем не то, что должно расти у гражданина небесного царства. Братья и сестры, и нам нужно на это обращать внимание. И на влияние, которое от меня исходит. Братья и сестры, невозможно спрятать, об этом Христос говорит на горной проповеди, невозможно. Вот скажите, есть ли какой-то шанс в темной комнате спрятать свечу заженную? Есть ли у них хоть какой-то шанс, чтобы ее не заметили? Нету. Невозможно спрятать город, если ты идешь в темноте и видишь город, стоящий на горе, который светится. Есть ли шанс, что ты его не увидишь? Братья и сестры, а почему люди иногда не видят в нас свет? Может быть, ему потухшие свечи? Или город, который выключили электричество? Церковь, в которой пропал свет? Братья и сестры, церковь должна оказывать доброе влияние, и ты в отдельности должен замечать, расту ли я, и есть ли от меня доброе влияние? Или люди после общения со мной просто не хотят больше приходить в церковь? Или люди после общения со мной больше не хотят приходить на молодежное? Какое я оказываю влияние в своей жизни? И эта ответственность, как и в общем, Царство Небесное, так и твоя личная персональная ответственность перед Богом. Как ты растешь, и какое влияние ты оказываешь? Кто ты в церкви? Благословение, доброе какое-то влияние, и устройство от тебя исходит? Или все-таки это боль, переживания и много лишних разговоров? Моя жизнь в церкви. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. Это тайна, которую Бог открывал тогда. 13 глава Матфея о том, что мы должны с вами возрастать, и что у нас должно быть доброе влияние. Невозможно, чтобы горчичное дерево становилось все меньше и меньше. Оно должно расти. Мы должны с вами расти. Это наша задача. Это наша ответственность перед Богом. Пусть нас Бог всех в этом благословит, чтобы наша церковь, она возрастала качественно, количественно, чтобы мы с вами возрастали так же качественно, чтобы был виден рост, чтобы люди, видя наши добрые дела, засвидетельствовали о Боге, которые они увидели в нашей жизни, чтобы мы с вами преображались не в этот мир, а в образ нашего Господа Иисуса Христа. И люди, глядя на нас, говорили, я не читал Евангелие, но ты похож, вот на мое представление о Боге, ты на Него похож. Ты похож на того Христа, о Котором ты говоришь. Хотя человек может не читать Евангелие, он видеть тебе должен это. Это говорит о том, что ты растешь духовно. Это доброе влияние. Пусть нас Бог в этом благословит. Помолимся. Аминь. Продолжение следует...